Встреча с Казахстаном Сейчас мы ставим вопрос о том, чтобы этот проект стал не де юра, но и де факто совместным, имел статус совместным. Каким путем? Айдын Аймбетов. Имея этого казахстанца сегодня снова было на слуху. Аймбетов, возможно, полетит в космос вместо британской певицы Сары Брайтман. Подробности через несколько минут. С победой на выборах поздравил Нурсултан Азарбаев, президента Польши, Анджиа Дуду. Глава Казахстана выразил уверенность, что отношения между Астаной и Варшавой, основанные на дружбе и взаимопонимании, будут только укрепляться. Напомним, за Анджиа Дуду, по данным экзитполов, проголосовали 53% избирателей, но сами выборы прошли при достаточно низкой явке. Отдать свои голоса пришли чуть более 56% от общего числа голосующих граждан Польши. Нурсултан Азарбаев поручил в течение пяти лет обеспечить полный охват детскими дошкольными учреждениями, ликвидировать аварийные и трехсменные школы, а также начать подготовку кадров на договорной основе с учетом потребностей отечественной экономики. Новые задачи глава государства озвучил на встрече с заместителем премьер-министра Бердебеком Сапарбаевым. Президент также подчеркнул важность создания научно-производственных комплексов на основе вузов и отметил необходимость качественной реализации плана действий «Сто шагов». Сапарбаева безработица в этом году не превысит 5,2%. В правительстве ежедневно занимаются мониторингом 199 предприятий, находящихся в группе риска. Кроме того, по всей стране ведется работа по заключению меморандумов о взаимном сотрудничестве между акиматами и работодателями. Цель – не допустить увольнений. На сегодняшний день подписями скрепили уже свыше 46 тысяч документов. Общая численность сотрудников, которым гарантированные рабочие места, превысила 2 миллиона человек. На сегодняшний день, несмотря на экономический кризис в мире, безработица в Казахстане остается на том же уровне. В области образования до 2020 года 100% обеспечить детей детскими и дошкольными учреждениями, ликвидировать аварийные и трехсменные школы, готовить кадры на договорной основе с учетом потребностей нашей экономики и реализации государственных программ. Госсекретарь сегодня призвала чиновников быть более внимательными государственным символом. По этому поводу в Аккурде на республиканскую комиссию собрали министров, представителей акиматов, авторов главных символов страны и других ответственных лиц. Больша Рабда Каликова считает недопустимым нарушение законодательства в этой сфере. Госсекретарь полагает, необходимо усилить пропаганду в этом направлении. Государственными символами республики Казахстан являются герб, гимн и флаг. Неуважительное отношение к ним карается законом. Напомню лишь некоторые его нормы. Государственный флаг устанавливается на зданиях государственных органов и учреждений, а также может подниматься на других зданиях по желаниях владельцев. Если при этом флаг устанавливается на зданиях постоянно, он должен освещаться. Государственный флаг и герб, независимо от его размеров, должны соответствовать государственным стандарту. В противном случае они подлежат замене и уничтожению. Четкие границы подну Каспийского моря уже в ближайшие дни могут обозначить Казахстан и Туркменистан. Соответствующее соглашение сегодня артифицировал Меджилис соседней страны. По данным электронного издания Туркменистан «Золотой век» документ обеспечит странам все условия для разработки и использования ресурсов дна и недр Каспийского моря. Соглашение подписано 7 ноября 2014 года и ждало одобрения парламентариев. Туркменистан стал второй страной, с которой Казахстан оговорил границы дна Каспия. Первой была Российская Федерация, соглашение с которой подписано в 2002 году. А уже завтра в Можилисе нашей страны ожидается обсуждение проекта закона о разграничении дна Каспийского моря между Казахстаном и Туркменистаном. Внешне политическим успехом назвали эксперты соглашения между Туркменистаном и Казахстаном по разделу дна Каспийского моря. Сейчас на прямой связи с нами находится политолог Санат Кушкумбаев. Санат Кайрислямович, что по вашему мнению даст документ Казахстану? Ратификация соглашения между Туркменистаном и Казахстаном о разделе дна и недр в зоне Каспийского водоема, это несомненно укрепляет позиции международной Казахстана. Более того, это укрепляет периметры наших внешних границ. В данном случае это акваториальные наши границы. И тем самым закрепляет наши эксклюзивные экономические права на разработку Каспийского водоема. Речь идет о разработке энергетических ресурсов, о правах на другую хозяйственную экономическую деятельность в этом регионе. Тем самым возобладала точка зрения, которую Казахстан изначально придерживался с периода независимости, о том, что метод срединной линии деления Каспийского региона и эксклюзивные права той или иной страны на дно и недра водоема, и экономические права на водное пространство. Спасибо. С нами на связи был политолог Санат Кушкумбаев. Мы говорили о соглашении между Казахстаном и Туркменистаном по разделу Дна Каспия. Астана становится одним из ключевых игроков урегулирования сирийского кризиса. Уже второй день в казахстанской столице проходит встреча представителей сирийской оппозиции. К чему пришли стороны после двух дней консультации узнаем у моего коллеги Дамира Галиева, который следит за ходом астанинских переговоров. Дамир, вам слово. Да, Владислав, Астана стала еще одной площадкой для решения сирийского вопроса, помимо Дамаска, Москвы и Женевы. Что же касается нынешних консультаций в столице Казахстана, то информации по ним крайне мало. Переговоры проходят в закрытом режиме. Но, как нам стало известно, модератором этих консультаций выступил посол Республики Казахстан в Иране Багдад Амреев. И первый день переговоров прошел успешно. По крайней мере, об этом заявил представитель национального движения за перемены Альбани Мухаммед Басам. Но все же однозначно говорить о результатах этих консультаций политик не стал и порекомендовал дождаться их окончания. Напомню, переговоры в Астане завершатся уже завтра. Необходимо отметить, что пути решения сирийского конфликта в эти дни ищут не только в столице Казахстана. Буквально несколько часов назад в ходе телефонного разговора Владимир Путин и Дэвид Кэмерон договорились о встрече представителей двух стран и возобновлении переговоров по сирийскому кризису. Студия. Спасибо. Я напомню, это был Дамир Галиев. Он говорил о переговорах по сирийской проблеме в Астане. Между тем, об очередной казни мирных жителей, устроенной исламистами, сообщило сирийское национальное телевидение. Около 400 человек, в их числе женщины и дети, были убиты в минувшие выходные. Их подозревали в связях с сирийским правительством. ВВС Сирии уже нанесли серию ударов по позициям боевиков исламского государства в Пальмире. Уничтожено около 160 целей. Ликвидированы 50 боевиков. Под угрозой уничтожения также остаются реликвии Пальмиры. Есть опасность, что после разграбления боевики уничтожат все, что невозможно продать на черном рынке. Россия поставит в РАН ракетные системы С-300. Об этом заявил в Москве заместитель главы иранского МИДа Хосейн Амир Абдуллахьян после переговоров со своим российским коллегой. Контракт на сумму 800 миллионов долларов был подписан еще в 2007 году. Однако из заведенных против Исламской Республики санкции сделка так и не состоялась. В апреле текущего года Владимир Путин подписал указ о передаче ракет Ирану. Это уже вызвало критику со стороны израильских властей. Казахстанский космонавт Айдына Эмбетов может полететь на МКС вместо британской певицы Сары Брайтман. По данным пресс-службы Аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, сейчас этот вопрос КАСКосмос прорабатывает с российской стороной. Сара Брайтман должна была отправиться в космос в сентябре этого года, но от полета на Международную космическую станцию певица отказалась из-за финансовых проблем. Вероятность полета очень высокая, но детали полета требуют дальнейшего обсуждения. Достигнута политическая договоренность на уровне глав государства. Космос, как известно, удовольствие дорогое. 780 миллионов долларов. Именно в такую сумму обойдется строительство ракетно-космического комплекса «Батирек» на базе российской ракеты-носителя «Ангара». Это новая предварительная стоимость, которую сегодня в Сенате сообщил журналистом, исполняющий обязанности председателя аэрокосмического комитета Мирбек Молдабеков. Напомню, совместный казахстанско-российский проект предназначен для выполнения как коммерческих, космических, так и национальных программ двух стран. Соглашение о создании ракетно-космического комплекса «Батирек» между Казахстаном и Россией было подписано еще в 2004 году. Документально проект проработан полностью, однако пока он все еще остается на бумаге. Сегодня на заседании комитета Сената, исполняющий обязанности руководителя аэрокосмического ведомства, объяснял депутатам, в чем причина того, что «Батирек» все еще не создан. В числе главных препятствий он назвал слабые стороны документа. По условиям соглашения оказывается, что Россия просто экономически не заинтересована в продвижении проекта. Между тем, Казахстан на подготовку его документальной части уже вложил 80 миллионов долларов. Это почти треть бюджетного кредита, выделенного казахстанской стороной. Сейчас мы ставим вопрос о том, чтобы этот проект стал не де юра, но и де факто совместным, имел статус совместного. Каким путем? Путем того, чтобы российская сторона включила этот проект в федеральную космическую программу, то есть он получил политическую поддержку. Получит ли проект какую-либо поддержку, возможно, прояснится уже в ближайшее время. Ожидается, что на 60-летие космодрома Байконур приедут главы Казахстана и России. Им будут представлены результаты работы экспертов двух стран по корректировке условий совместного проекта. Между тем, Сенат на ближайшем заседании рассмотрит поправки в соглашении о продлении льгот по бюджетному кредиту для комплекса «Байтирек». Хараджу Румбаев, Жаслан Шакенов, Астана. Напомню, совместный казахско-российский проект «Байтирек» осуществляется на базе российской ракеты-носителя «Ангара». Ее характеристики позволяют достаточно успешно конкурировать на международном рынке с лучшими образцами космической техники. Ракета «Ангара», которую сейчас вы видите на своих экранах, способна будет вывести на околоземную орбиту от 1,5 до 35 тонн полезных грузов. Самое главное, она должна будет заменить экологически вредный протон. Новая ракета оснащается кислородно-киросиновым двигателем. Это относительно экологически чистый вариант, в отличие от других типов двигателей, которые используют в качестве топлива высокотоксичный гиптем. И сегодня же в Казахстанском аэрокосмическом агенции прокомментировали массовый падеж сайгаков. Экологическое ЧП здесь не связывает с запуском ракеты и выбросом гиптила. Беспрецедентный назвал ситуацию вице-министр МВД Владимир Башко. Косанайская область намерена расширить зону карантина из-за гибели сайгаков. Об этом вице-министр МВД Владимир Башко заявил после пресс-конференции службы центральной коммуникации. Он также отметил, что департаменты ПЧС в регионах проводят все необходимые мероприятия. И подчеркнул, что защита животного мира – это прямая компетенция Минсельхоза. Вице-министр также добавил, что сам лично не связывает гибель животных с запуском ракет и выбросами гиптила. Сейчас комиссии во всех областях работают, и вопросы о расширении будут приниматься, потому что это в конечном итоге может оказать отрицательное влияние на скот. Вы знаете, сколько уделяется внимания на увеличение поголовья, не хотелось бы его терять. Вообще же Владимир Башко сегодня можно назвать главным ньюсмейкером дня. Вице-министр МВД ответил на вопросы журналистов в службе центральной коммуникации. Репортеры задавали вопросы о ситуации с поводками, а также просили прокомментировать задержание главного спасателя Павлодара. Сколько денег просит региона на восстановление после большой воды, и почему Астана превратилась в Венецию в материале Руслана Идрисова. Подтоплены больше трех тысяч домов с вещами и документами. Жилища покидали 18 тысяч человек. Паводки смыли и кресла чиновников. Из-за недобросовестной подготовки к чрезвычайной ситуации уволили нескольких начальников областных ДЧС. Вице-министр Башко начал разговор с журналистами с подсчета ущерба. Сейчас заявка подготовлена Акмолинской области. 800 миллионов просит Павлодарская область, 800 миллионов просит на ликвидацию Восточно-Казахстанской области. Где-то под 8-9 миллиардов будет в Караганде и не меньше в Акмолинской области. Так что вот такой ущерб. Несмотря на усилия по ликвидации паводков, все же есть жертвы. Два человека, пожилая пара из Карагандинской области погибла. Это, пожалуй, самая печальная статистика из доклада вице-министра. Дальше по плану вопросы журналистов. Интересовало все. От денег, потраченных на подготовку к паводкам, до прогноза погоды на ближайшие дни. И все же один из главных. Как так вышло, что так называемые сухие регионы подтопила вода? Вот это никогда воды не было. И привело к тому, что нам пришлось снять несколько начальников наших ДЧС, которые не придали значения полученной информации. И выйти с предложением о наказании некоторых Акимов за то, что они не выполнили указания по подготовке своих населенных пунктов к этому паводку. На встречу с прессой из плотного графика высокопоставленный чиновник выделил чуть больше получаса. И уже при выходе журналисты просят прокомментировать задержание главного спасателя Павлодара. Его, по сообщению антикоррупционной службы, подозревают в получении взятки. Будет следствие, будем разбираться. Но это, я считаю, очень безобразный факт, конечно. Радости он нам не добавляет. Ну и почему Астана на прошлой неделе превратилась в казахстанскую Венецию, Владимир Башко объяснил необычайным количеством выпавших осадков. И добавил, что всем пострадавшим обязательно окажут помощь в устранении последствий. Руслан Идрисов, Айджанут Избаев, Януар Туикелов. Астана. 49 человек стали жертвами мощного наводнения в Сербии и Боснии. Есть раненые. Затоплены города и поселки. Эвакуированы 150 тысяч жителей. К наводнениям привели продолжительные дожди. Ухрешает ситуацию и снег, который только начал таять в горных районах. В результате несколько небольших городов почти полностью ушли под воду. Разрушена инфраструктура. Ущерб оценивается в миллиарды евро. Для помощи в устранении последствий удара стихии в страну прибыли спасатели из 19 стран Евросоюза, который также обещал выделить средства на восстановительные работы. Разрушительный торнадо в Мексике унес жизни 13 человек. 230 получили травмы различной степени тяжести. Удар стихии пришелся на город Сьюдат-Укунье, расположенный недалеко от границы США. Торнадо длился всего 6 секунд, но успел полностью уничтожить 50 домов и нанести повреждения нескольким сотням строений. Перевернуты автомобили, разорваны линии электропередач. Власти вели в городе чрезвычайное положение. Смотрите во второй части нашего выпуска. Примета Министерства энергетики. В мире дорожает нефть, значит в Казахстане подорожает бензин. 92 сегодняшнего дня стоит не 99, а 108 тенге. Если тенденция будет к снижению ниже, чем 60 долларов за баррель, то логика подсказывает, что действующая формула должна нас привести к снижению этой цены. И еще одна новость для автовладельцев. Запрещен ввоз автомобилей, не соответствующих казахстанским требованиям безопасности. Наш корреспондент Аскар Сергалеев узнал детали. Если кто-то еще планирует привезти старую, но вполне пригодную машину из Кыргызстана, то эти планы поменяло государство. С сегодняшнего дня в Казахстане подорожал бензин. Предельная цена за литр наиболее популярного 92-го теперь 108 тенге. Стоимость 80-го и дизельного топлива не изменилась. Как пояснили в Министерстве энергетики, перемены на топливном рынке напрямую связаны с колебаниями цен на нефть. Артем Истомин продолжит тему. Цены на бензин одна из самых горячих тем для обсуждения. Так уж сложилось, что наши предприниматели любят привязывать к этой цифре практически все. Начиная от проезда на общественном транспорте и заканчивая стоимостью продуктов питания. Только вот когда цены на бензин снижаются, товары и услуги почему-то не спешат делать то же самое. К приятной цене 99 тенге за литр привыкли все. А потому сегодняшняя новость о резком повышении многих застала врасплох. Министерство энергетики посоветовали всего лишь следить за ценами на черное золото. Нефть дорожает, а значит и за бензин теперь придется заплатить немного больше. Установить предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов. Дизельное топливо 99 тенге за литр, 80-й бензин 89 тенге за литр, 92-й, 93-й бензин 108 тенге за литр. На отечественных автозаправках ценники будут менять уже в пятый раз за последние 9 месяцев. Почти год с ноября 2013 по август 2014 дизель на АЗС продавали по 102 тенге за литр. Бензин марки АИ-80 по 89, а 92-й, 93-й по 115 тенге. Затем цена резко выросла, сразу до 128 тенге. Вместе с декабрем пришли и хорошие новости – бензин должен подешеветь. Сначала популярная марка вновь вернулась на уровень 115, затем цена снизилась до 109, а в феврале и вовсе за литр 92-го просили 99 тенге. Если тенденция будет к снижению ниже, чем 60 долларов за баррель, то логика подсказывает, что действующая формула должна нас привести к снижению этой цены. Никакой опасности мы это не видим. Мы только приветствуем, что мы живем в правовом поле и действуем с законодательством Республики Астан. В соответствии с законодательством и согласно специальной формуле, если баррель нефти, как сейчас, на уровне 65 долларов, то цена за литр бензина – ровно 108 тенге. В Министерстве энергетики уточняют – это предельная стоимость, дороже нельзя, а вот дешевле – приветствуется. На нефтебазах страны сейчас хранится 238 тысяч тонн 92-го, которые, конечно, приобретали еще по старым нефтяным ценам. Артем Истомин, Женебек Довлетбек, Астана. И еще одно изменение для автовладельцев страны. С сегодняшнего дня вступают в силу новые требования для постановки автомобилей на учет. Машины должны быть оснащены дополнительными средствами безопасности и соответствовать экологическим нормативам Евро-4. Как новые ограничения повлияют на автомобильный рынок Казахстана, выяснял наш корреспондент Аскар Сергалеев. Если кто-то еще планирует привезти старую, но вполне пригодную машину из Кыргызстана, то эти планы поменяло государство. В ожидании открытия границ некоторые бизнесмены закупили большое количество автомашин. В надежде, что после вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз, они смогут выгодно здесь их продать. Однако введение Казахстаном ограничений разрушило эти планы. В Казахстане и старые авто постепенно попадают под запрет. Автопарк страны, чиновники намерены пополнять только новыми машинами. Есть даже свод требований. Подушки безопасности, крепления для детских сидений, антиблокировочная система АБС и, главное, соответствие стандарту Евро-4. По большому счету, это нововведение направлено на обновление нашего автопарка. В том плане, недопуск на казахстанский рынок уж явно совсем старых автомобилей, которые не отвечают требованиям активной и пассивной безопасности. То есть, в целом, я поддерживаю вот эти вот запреты. Независимый автоэксперт уверен, такие ограничения не окажут серьезного влияния на автомобильный рынок Казахстана, который уже пережил бум. Из 70 тысяч машин, завезенных из России, далеко не каждая соответствует современным стандартам. Особые планы на казахстанских покупателей были у кыргызских продавцов. Официальному бешке, куда же удалось добиться сниженных таможенных ставок для ввоза автомобилей в Кыргызстан сроком на 10 лет. Но в конечном счете это поможет обычным гражданам, а не перекупщикам, поддержанных машин, уверены кыргызские эксперты. Большинство предпринимателей к этому не готовы, потому что завозят, исходя из того, что у кого какой кошелек, и завозят, конечно, машины, которые отвечают еще даже стандарту Евро-1, не то, что там 2 или 3. И понятное дело, что эти машины по таким государственно регулирующим критериям вывозиться из Кыргызстана в зону Казахстана абсолютно исключено. Это будет невозможно. Приехать, уехать – да, но на постоянное место жительства этот транспорт туда не сможет попасть. Не исключено, что понести убытки от введенных ограничений могут и те, кто купил несоответствующий автомобиль и не успел его оформить до 26 мая. Оскар Сергалиев, Бахат Чермашев и Кенжи Амраев, Алматы, Бешкек. Отдельные правила для отдельного региона. Жители Атаравской области могут попасть в Российскую Федерацию только через временные пункты. А это значит, находиться у родственников можно только в течение трех дней и привезти домой не больше 35 килограммов груза. И это в условиях действия Евразийского экономического союза. Когда решится вопрос для жителей, решали местные власти вместе с депутатами парламента. Подробности у Виктора Сутягина. Расстояние от села Булкудук до районного центра Ганюшкина – 282 километра. До соседнего российского города Храбали всего 56 километров. При этом дорога до Ганюшкина – степная, пробита в барханах. Проехать по ней зимой, весной и осенью в Распутицу практически невозможно. Только на вездеходах или тракторе. С Нового года граница для жителей стран Евразийского экономического союза стала прозрачной. В соседней стране можно находиться без регистрации не три дня, как было раньше, а месяц. И даже устроиться на работу. И товара привезти столько, сколько нужно. Но на введении коснулись только тех, кто границу пересекает через стационарные пункты пропуска. К сожалению, жители села Булкудук не в их числе. Границу они переходят через временный пункт пропуска. И по закону находиться в России могут только три дня. А вывезти или привезти подарков или покупок – не более чем 35 килограммов. Это правило было введено задолго до создания Евразийского союза. Мы живем сегодня в Евразийском союзе. Такие ограничения не должны быть. Мы должны сегодня работать над тем, чтобы внести изменения в соглашение, которое регламентирует вопросы пересечения жителями приграничных районов Российской Федерации и Казахстана. На местном уровне проблему не решить. Чтобы придать временному пограничному пункту более высокий статус, потребуется оборудование для досмотра автомобилей, административные здания и совсем другой штат сотрудников. Поэтому к решению проблемы подключились и депутаты, и министерства. Наше министерство не то что готово, оно обязано в соответствии с законом выполнять функцию заказчика по строительству и обустройству инфраструктуры пунктов пропуска. Чтобы население могло как выезжать, так и выезжать, без каких-либо ограничений и проблем. Таких временных пунктов пропуска между Казахстаном и Россией более ста. И во всех приграничных поселках люди надеются на то, что их маленькая проблема не потеряется в масштабах теперь уже огромной территории Евразийского экономического союза. На пункте пропуска Булкудук позитивные изменения уже начались. Работать он будет с 8 утра до 20 часов вечера. На 4 часа больше. Виктор Сутягин, Тимирал Сутангазиев, Атравовская область. Международные эксперты высоко оценили результаты программы форсированной индустриализации. Всемирный банк развития намерен дальше выделять средства на создание новых проектов. Эксперты утверждают, что Казахстану удались масштабные преобразования в экономике. А уже к 2025 году страна сможет отказаться от сырьевой направленности. Дмитрий Крюкович расскажет подробнее. Всего за 5 лет по программе ФИР создано 780 проектов. Экспертов Всемирного банка цифра впечатлила. 700 миллиардов из госказны потрачены не зря. Ведь только 14 производств признаны неудачными. А 17 миллиардов долларов частных инвестиций – это вообще своеобразный рекорд. Никто из стран СНГ, кроме Казахстана, так и не смог создать таких тепличных условий для привлечения бизнеса. Мы в Европейском Союзе находимся все под впечатлением, как Казахстан очень серьезно решает диверсификацию своей экономики. За последние 10 лет Казахстан предпринял очень серьезные шаги, чтобы выйти за пределы своей исторической роли как производителя сырья. Первая пятилетка, по сути, позволила заново создать обрабатывающий сектор. В стране ликвидирован энергодефицит, появилась современная транспортная инфраструктура. Для второй пятилетки задачи не менее амбициозные. Только теперь будут поднимать производство товаров народного потребления. Это мебель, лекарства, одежда. Для удобства финансирования для этого даже объединили отрасли экономики. Основной упор – это на производительность труда в отраслях. Это сужение фокуса для приоритетных секторов. Если раньше, вы помните, было порядка 12 отраслей, сейчас только 6 отраслей. Казахстан и дальше намерен диверсифицировать свою экономику. Это напрямую связано с программой «100 шагов», предложенной президентом. В итоге умная экономика поможет создать средний класс и увеличить доходы каждого казахстанца. Во вторую пятилетку ФИИР государство вложит 600 миллиардов тенге, а вот по частным инвестициям в условиях кризиса эксперты предвещают небольшой спад. Кстати, он не будет принципиален. За рубежом программу форсированной индустриализации очень хорошо знают. К тому же предприятия, построенные в первую пятилетку, приносят неплохой доход. Это уже говорит о том, что вкладывать деньги в производство и вести бизнес в Казахстане по-прежнему весьма прибыльно. Дмитрий Крюкович, Айджан Атызбаев, Хабар, Астана. Как на деле работает программа форсированного индустриально-инновационного развития, выясняла моя коллега Назам Тенельбаева. В семье, к примеру, выпускают новые виды тракторов. В Кокшитау рукава высокого давления для машиностроения. Вышел на проектную мощность и медицинский логистический центр в Караганде. Марат Мусин пришел работать в этот цех год назад. Его обязанности – контроль за выпуском гидросистем для различных машин. Помимо производства рукавов высокого давления, отсюда поставляют запчасти на сельхозтехнику. Первостепенная задача завода в 2016 году – выйти на стопроцентное казахстанское содержание. Наши изделия пользуются большим спросом также в гидросистемах, которые используются как в России, так и в Казахстане. На заводе Семас приступили к выпуску нового вида трактора «Беларусь-952». Это в дополнение к остальным семи видам техники. Благодаря программе «ФИИР» за шесть лет с конвейера уже сошло свыше шести тысяч тракторов. Это еще не предел. Мы работаем на качество. Чтобы потребитель покупал сегодня один трактор, завтра вернутся не за одним, а уже за пятью, за десятью тракторами. Тем временем в Караганде вышел на проектную мощность медицинский логистический центр. Инновационное предприятие вошло в программу форсированного развития. Закупает и поставляет медикаментов на 40 миллиардов тенге в год. На склад поступают лекарства из 130 стран мира и уже отсюда по заказу местных аптек и больниц. Государство нам помогло, выдав 600 миллионов субсидированного кредита. Но для примера могу сказать, что в 2014 году мы заплатили 480 миллионов налогов и таможенных платежей. А это уже Актау – молодое предприятие, которому еще нет даже года. Работает сверх своих возможностей. Производственная мощность завода – 800 тысяч тонн цемента в год. Совсем недавно здесь построили собственную ЖД-станцию. Мешки с цементом по новенькому конвейеру поступают в вагоны, которые расходятся по регионам. Уже отбыли почти два миллиона мешков. Отзывы от клиентов говорят о том, что они первый раз за последние годы видят такой качественный цемент на рынке. Он характеризуется ранной прочностью. Сегодня продукция завода расходится по всему западному региону страны. А совсем скоро здесь начнут выпускать новый вид товара – шлаковый цемент. Назовы Денельбаева, Руслан Шакобаев, Сауля Кусаинова, Татьяна Ковалева, Хабар. Как сформировать профессиональный госаппарат, укрепить национальную идентичность и добиться экономической стабильности? План нации «100 конкретных шагов» обсуждали на заседании идеологического актива в Казларде. Политические реформы, предложенные главой государства, уверены первые лица региона, помогут Казахстану войти в тридцатку развитых государств мира. Оплата труда по результатам, новый принцип отбора госслужащих, новые законы и этические нормы. Один из главных пунктов масштабного документа – формирование подотчетного государства. Акимобласти Крымбек Ушербаев отметил, что такой шаг сделает правительство открытым и конкурентноспособным. Назовы Денельбаев, Руслан Шакобаев, Сауля Казарде, Сауля Казарде, Татьяна Казарде, Татьяна Казарде, Татьяна Казарде, Татьяна Казарде. Назовы Денельбаев, Руслан «100 конкретных шагов» позволит сформировать профессиональный госаппарат, а управление по результатам дать реальную оценку его работы. При этом главный акцент на профессионализм, борьбу с коррупцией, усиление роли общественных советов и на открытость. Беспрецедентная программа будет способствовать укреплению социально-экономической стабильности, укрепит единство нации, придаст новый импульс развитию страны практически во всех сферах. Одна из них – энергетическая отрасль. Ее реорганизация позволит повысить надежность электрораспределительных компаний, снизит затраты и стоимость услуг. То есть на сегодняшний день будет выделяться больше внимания экономическим показателям деятельности хозяйственных объектов в области распределения электроэнергии. Так, по предварительным расчетам, по нашему региону, сегодняшний тариф составляет 14,60 рейтинги без индексии или снизится на 1%. Акценты сделаны, приоритеты расставлены, задачи понятны. Теперь успешное достижение намеченных целей будет зависеть от слаженной работы и персональной ответственности каждого. Казахстан и Турция – партнеры в экономике и политике. С каждым годом сотрудничество двух стран крепнет во всех отраслях. Турецкая сторона особо чтит роль главы нашего государства Нурфултана Назарбаева. В знак уважения имя президента присвоили одной из улиц в городе Адана. На торжественной церемонии и открытие побывала и наша съемочная группа. Адана – шестой подчисленности населения город в Турции. Здесь проживает около двух миллионов человек. Теперь центральная улица города в Средиземноморье носит имя Нурсултана Назарбаева. Собравшиеся говорили о значимой роли президента Казахстана на мировой политической арене и в развитии плодотворного двухстороннего сотрудничества. Заслуги лидера нации оказались известны каждому жителю Аданы, поэтому они с радостью приняли решение местных депутатов. Кстати, слуги народа от разных политических партий и взглядов в этот раз были единогласны. Нурсултан Назарбаев – крупная фигура на политической арене. Он зарекомендовал себя как настоящий лидер среди глав тюркских стран, и это оценка народа. Решение о переименовании улиц жители поддержали сразу. Я считаю, что эта улица своего рода доказательства турецко-казахского сотрудничества и единства. С большой радостью новость восприняли этнические казахи, проживающие в Адане. Один из них, Айден, признаётся, теперь будет с гордостью говорить, что живёт на улице имени президента своей родины. В Адане проживает 20 казахских семей. Все мы были безумно рады, когда было решено присвоить имя президента нашей страны улицы, на которой мы живём. Для меня это ещё один повод гордиться за свою страну. Это историческое решение, и мы были его свидетелями. Я видел, как люди искренне радуются. Для нас честь жить на улице имени Нурсултана Назарбаева. Авторитеты заслуги Нурсултана Назарбаева чтят не только в Адане. Ранее четыре улицы в Турции уже были переименованы в честь президента Казахстана. А в самом центре турецкой столицы, в Стамбуле, установлен памятник главе государства. Такими событиями запомнится вторник, 26 мая. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.